Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Очень приятно, Юлия! Да, очень приятно. Как вы доехали, все хорошо? Хорошо, все хорошо, все замечательно. Все замечательно. Давайте тогда раздевайтесь, и я хочу вас пригласить, чтобы мы с вами обсудили как раз наше сегодняшнее шоу, что мы будем делать, как мы будем с вами тут выбирать декоративную косметику. Вы с собой косметичку принесли? Да, да, конечно. Отлично. Юля, расскажите, пожалуйста, как давно вы смотрите мои эфиры, давно вы подписаны на меня? Подписана я на вас в декабре 2021 года. Посмотрела первые эфиры, для меня первые. Очень понравилось, особенно ваше женское шоу, конечно. Да? Да, вот я прям на него, вот у меня получилось, так что я увидела первые у меня как раз через YouTube, я подписала через YouTube, а потом уже через Instagram, вот, женское шоу, и потом уже ваши эфиры, да, смотрела. Да, ну что-то для себя уже интересное. Интересное, да, как бы я подчеркнула, вот, то, что вы ресницы, как вы их красите, я стараюсь также красить, подчеркивать карандашом внутри, вот, межресничное пространство. Раньше вы этого не делаете? Раньше я подчеркивала сверху, вот, но все равно, вот, даже и сейчас подчеркиваю, у меня внизу отпечаток, у меня, конечно, это, как бы, вот, от этого надо как-то... А покажите свою косметичку, чем вы пользуетесь, что у вас есть? Так, смотрите, это вот у меня тени, это, а, Revolution, Revolution, да, они старенькие, ну, вот... И вы вот эти два цвета используете? В основном, да, и вот этот третий, ну, иногда черный, ну, в основном я карандашом растушевываю. Поняла, вот, так, а макияж вы любите вот как у вас сейчас? В основном, да, вот, ну, конечно, хотелось бы, как у вас, потому что вот вы очень красиво растушевываете. Угу. Вот я как бы... Спасибо. Так, это корректор. Это корректор, вы прям корректируете лицо, да. Ну, как бы определенные зоны, не все. Угу. Это... Это... Тональный биби. Да, да, тональный биби. Собо, да. Тушь... Это Лориаль. Она как раз вот чер, как вы говорите, как панда. Да, 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 и она водостойкая. Да, водостойкая, да, смывается теплой водой. А, она смывается теплой водой. Да, теплой водой, как вот вы рекламировали. Термотушь. Термотушь, да, просто другой фирм, а вот это очень хорошее, думаю, мне нравится. Я вот пользуюсь буквально вот, ну, может, недели две-три. Буду знать, буду знать. Я не знала, что в Лориаль есть такая термотушь. Да, еще очень есть черная Москва, такая же. Да? Да. Сейчас там, буду дать. Так, это... Кристиан Диор. Это румяна. Ой, какой цвет красивый. Ну, они немножко с переливом. Угу. Ну, тут немножко, это не перелометр, это такие искорки небольшие. Искорки, да. Да, это у меня пудра, она такая прозрачная, беленькая. Транспарантная пудра. Угу. Так. Нарс. Знаю мой любимый продукт. База по тени. Да, именно база по тени. Ну, как вы ее тенили, теперь видите. Очень хорошая, да. Вот я ее купила как раз вот. Угу. Дальше. Так, помада. Арт-визаж. Да, там уже немножко осталось. Ага, хороший цвет. Консилер. Так, тоже Эвелин. Эвелин. Угу. Угу. Так, дальше идет у меня карандаш для губ. Карандаш у нас Vivienne Sabo, тоже хорош. Дальше кисточка. Кисточка для румян, это для пудры. Угу. Для пудры, вот такая, это для пудры, это? Да, для пудры. Угу. Так, вот. Для корректора. Ой, не корректора. Скульптурирующего пудры. Да, скульптура. Угу, я поняла. Это для растушевки, извините, растушевка теней. Так. Это что за агрегат такой? Вау. Раз, два. Да, такой. Ну, это такой вариант для косметички, чтобы кисточки не портились. Раз, завернули. Два, завернули. Да? Она уже старенькая, да. Угу. Интересно. Вот. Это база. Это база у нас Литуаль. Матирующая. У вас кожа комбинированная? Комбинированная. Угу. Угу. И осталась... Так. Еще одна кисточка. Кисточка. Это для тональника. И вы прямо наносите кисточкой тональник? Тональник, но в основном я, конечно, рукой. Рукой. Угу. Потом уже. Для губ карандаш второй. Угу. И черный карандаш для глаз. Так. Все, да? Все, да. Слушайте, ну, очень хорошо. Очень хорошо. Ну, с косметикой все нормально. Хотелось бы научиться не корректировать, а нанести тени, то есть подчеркнуть свои достоинства. Да, да, да. То есть научиться подчеркивать свои достоинства. Да. Хорошо. А что мы сегодня будем делать? Обычно, когда мы начинаем шоу, я предлагаю вытянуть два билета – люкс или масс-маркет. Да, да. И вот в прошлом шоу мы с моей дочерью в разных городах проводили. И у нее был билет – люкс. У меня масс-маркет. И она накупила на 42 тысячи рублей был чек. Да, я делала 35. Смотрите, какой он у нас большой получился. 47 тысяч рублей 640. Да, в итоге получилось 35 тысяч рублей. Я, конечно, была в шоке. Это очень много. И я решила, что сегодня мы с вами будем покупать косметику нашего класса люкс, но мы сможем уложиться и приобрести все, что нам необходимо для вашего макияжа, но сделать это в два раза дешевле. Это даже не дешевле, а как бы экономичнее получается. То есть там наверняка есть некоторые продукты, которые больше, знаете, как дизайн, нежели удобное средство, например, для ношения с собой. Поэтому мы с вами купим все, что нам необходимо, но при этом сможем человек сделать такой, не знаю, ну даже в половину это получается где-то 17 с половиной тысячи рублей, 17-18. Это тоже, я считаю, что очень дорого за один раз прийти и выложить такую сумму. Но вот мы попробуем, чтобы при этом было все люкс. Хорошо. Супер? Супер. Да. Пойдемте? Хорошо. Но у нас при этом все 20 минут. 20 минут, да. Это ограничение для того, чтобы мы смогли, в принципе, как каждая девушка, наверное, я не думаю, что многие ходят там часами, тратят время в магазине, чтобы приобрести косметику. Нужно же нам четко, по факту, вот мы сейчас так и сделаем. Пойдемте? Да, пойдемте. Хорошо. Ну что, вы готовы? Мы готовы. Побежали? Побежали. 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 Так, время пошло. Что-то любите, что-то не любите там. Ну, более естественное, конечно, не яркое. Хочу показать просто, что на самом деле можно собрать косметичку и там будут хорошие продукты. Есть, например, такие подарочные палетки, где сразу в одной палетке может быть, например, и помада, и румяна, и консилер. Ага. Самое главное купить – это хороший тональный крем. И когда уже сезон прошел, коллекция распродается, бывает скидки. То есть можно купить хороший продукт, но по скидке. Я, кстати, по скидке не покупаю. Знаете почему? Потому что если я куплю, мне понравится. Я об этом начинаю краситься, да, я рассказываю, вот посмотрите, какое замечательное средство. Это же первое. Проходим нам направо. А потом говорят, а это не продается. И вот получается, да. И вот я не могу купить по скидке. Здравствуйте. Давайте пойдемте сидим. Скажите, пожалуйста, я хочу тональный крем такой приобрести. А вам вот это разрешали? Да. Да. Конечно. Может быть, спросим сначала от меня? Нет, мы уже спрашивали, договаривались с торговым центром. Не я, а вот мы с управляющей договаривались. А кто управляющий у вас? Кто у вас управляющий? У вас. У девочек или у вас? Съемки. Ну, вообще, наверное, не мешала. Еще, да, да. Можно купить косметику? Да, да, да. Спасибо. Это новый тональный крем. Ой, светлый. Светлый. Тестируйте. На коже растушевываете. Он как раз до комбинированной кожи будет очень хорошо. Он очень тоненький. Да, но цвет, видите, не подходит. Вот по темнее смогла. Да, смогла по темнее, наверное. Так, это, видите, два S. S – это пул. Это холодный. Лучше выбирать, в данном случае, именно для вас. Например, или N. Вот, например, видите, натуральный. Ага. Или вам, теплый. Так, вот этот идет как натуральный. Попробуйте, растушевывайте. Вот этот, мне кажется, очень будет хорошо. Да? Он такой тоненький. Это новинка. Замечательный продукт. Очень шикарный консилер Estee Lauder. Люблю как раз для кожи, которая имеет морщинки. Кожа тонкая, нежная. Он с маслами, поэтому очень хорошо будет увлажнять. Но при этом и маскирующая способность можно сделать как прозрачно, так же и плотненько. И сейчас, посмотрите, скидка практически получается на тысячу с чем-то рублей. Смотрите, 1899. Объем здесь большой. Большой. Да. Это корректор, да? Это корректор. Как раз под глаза, да? Да. Да, 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 да. Так. Так. Которая термо. Вот это, вот это, вот это, вот это. А вот это все. Она со скидкой. Нет, вот это. Ура. Ну вот, можно же купить люкс по выгодным ценам. Да, да, да. Значит, здесь у нас румяна, здесь у нас помады, тени, пудра. Супер. Сколько стоит набор? Да. Восемь, ты по карте, да? Восемь тысяч. У нас там с вами получается пять и двести было. Плюс мы купили тушь за тысячу шесть, где-то семь. Это вот уже практически мы все продвинем. А? Уже в лимит. У нас уже в лимит. У нас еще есть буквально там две-три тысячи рублей. Вот это, сейчас я попробую протестирую, ну, не протестирую, а посмотрю. Потому что, ну, это не годится. Потом у вас, если она будет вот такая, это все, это продукт испорчен. Это нужно ее намочить, в чехольчик посадить, чтобы вот она вернула свою форму. Иначе это бракованный продукт. Будьте добры, а почитайте, пожалуйста, сколько у нас получается? Конечно. Нам нужно уложить 17500. Ну, там плюс-минус, да, если будет чуть-чуть на 500 рублей побольше, я думаю, что это не страшно. Но задача выполнена. Купить всю косметику класса люкса, и при этом в два раза дешевле, чем Сашуля. Общая сумма к оплате 15929. Супер. Сейчас одну секундочку, у нас еще 2500 есть, мы сейчас еще наберем. Да, конечно. Пойдемте, мы выберем с вами карандаш. Сейчас мы... Ой, да, нет. Если есть, пожалуйста. По-моему, хорошие. Да, хорошие. Будьте добры, нам. И к оплате у нас 17114. Идеально. Пожалуйста. До свидания. Все. Да, да. Тогда... Сколько? Минута? Меньше. Я сейчас так радуюсь, когда я покупаю косметику как будто себе. Если мы успеваем еще. Иначе. Если мы не успеем, эта косметика отправится к кому-то из наших подписчиц. А мы будем с вами делать макияж вашей косметичкой. Я думаю, что, конечно, девушки желают, чтобы героиня застала с косметикой. Но все радуются, когда получают. Получают. Ну что, мы успели? Успели? Успели. Успели? Ооо. Ну мы марафонцы просто уже. Круто. Все. Да. Сейчас мы попьем чайку и будем делать макияж. Ха-ха-ха. 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 Для того, чтобы здесь был микрофончик, тут идет целая цепочка и фиксируется, если неправильно подобрана одежда, действительно, на нижнее белье. Вот. У нас тут уже съемка в прямом эфире, в прямом разгаре. Нет. Тьфу. Не то сказала. Давайте заново. Ха-ха-ха. Не увидит? Ха-ха-ха. Почему? Тогда камера сразу начинает стопор. Знаете, как тяжело. У нас... Так. Все готово. Все готово. Все приготовила. Вы готовы? Да. Да. Сейчас у нас будет с вами подробное про косметику. И я сделаю вам макияж. У нас сегодня съемка для шоу. Пока я тут снимаюсь вместе с Юлей. Юля как раз героиня, которая написала в директ. И вот в итоге я вас выбрала. И Ольга Перекатова, она сейчас готовится к вебинару. Поэтому, девушки, пока у нас тут идет съемка, вы сегодня можете посмотреть вечером, в 6 часов вечера, вебинар с нутрициологом. Записаться на вебинар можно вот по этой ссылке. Ну, смотрите, как хорошо. Да? Запоминайте. Сейчас мы сделаем, соответственно, уже с новой косметикой. И сейчас я вам сделаю демакияж. Мы все это смоем и уже начнем заново, да? Хорошо. Все мы смыли. Вот у нас чистенькое лицо. Замечательно. Сейчас обязательно я закапаю капельки в глаза, для того, чтобы они прям были такие беленькие, свеженькие. Я на другую сторону. Угу. Так. Ой-ой-ой. Получилось? Попало? Нет? Так. Угу. Теперь попало. Угу. Так. Угу. Прекрасно. Юля, вот расскажите, кем вы работаете, где вы работаете, вообще специфика, какая у вас работа и деятельность? Я работаю ведущим экономистом в компании Военторг, которая занимается... Закрати глаза. Угу. 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 Это увлажняющий спрей. Который занимается предоставлением услуг по питанию, ванно-праздочной продукции и по шиву одежды для Министерства обороны и прокуратуры с МЧС. Понятно. Вот так. У нас серьезный человек тут сидит. Так, сейчас я вам наношу крем по уходу за кожей от диор. Серия Captur Total. Это серия для возрастной кожи. Скажите, пожалуйста, вы используете, да, уход? Кстати, вы не сказали, сколько вам лет. Сколько вам лет? 44 года. 44 года. Отлично. Так. Наношу этот крем перед тональным. Это обязательно. Эта серия, она такая очень, знаете, насыщенная, очень хорошо питает кожу. Прямо то, что необходимо. Так. На глаза не наношу. Вот это очень важный момент. Очень часто девушки, бывает, наносят крем для лица на глаза. От этого может быть отечность. Тогда что ж такое? Мне звонят. Тональное средство. Это тональный крем. Вот здесь я тоже покажу в кадре. Он очень легкий, тоненький. Он с эффектом такого сатинного свечения. Это сейчас очень актуально. Что это значит? Это когда кожа, с одной стороны, ровная по тону, но при этом есть эффект внутреннего свечения. Приблизительно, как сейчас вот у вас на коже. Мы нанесли крем. И крем дает вот такое легкое свечение. Но крем, он не выравнивает тон. А здесь получается как раз два в одном. Набираем. Средство жидкое. Жидкие средства я люблю. Потому что, как правило, все жидкие средства, они прям такие, знаете, тоненькие, тоненькие. И если вы как раз боитесь, например, мало ли, сделать очень плотное покрытие, то вот такие вот полупрозрачные, флюидные текстуры, они не дают эффект наслоения, а просто тают на коже. Смотрите, как мы удачно с вами подобрали цвет. И всегда я говорю, в большей степени, конечно, самое главное, это вот центр лица. Это средство недавно появилось в продаже. То есть это новинка в Estée Lauder. Поэтому те, кто заинтересовался, смогут его приобрести. Значит, тот макияж, Юлия, который у вас был, это вот повседневный, такая вот интенсивность, я имею в виду, там глаз, вы красите, да? А губы любите понежнее? Понежнее, да. Так, сейчас немножко спонжиком, чтобы чуть-чуть побыстрее. Я поняла. А губы не любите ярко? Не красите никогда? Не пробовала. А, даже не пробовали? Может быть, попробуем? У нас есть карандаш, у нас есть помада, нам помаду надо протестировать, чтобы посмотреть как. А я сейчас как раз расскажу, в чем особенность. Ой, то он шикарный просто, Юлия. Я сейчас тоже пойду, наверное, его приобрету, потому что он такой прямо тоненький, нежный, да. И все, что нужно... Он чувствуется прям. Вообще, да? Есть такое ощущение, что просто как будто бы вот своя кожа и ничего нету, вот. А уже красиво. Замечательно. Так, тональный крем Good. Следующее средство, мое любимое, это, конечно же, консилер для глаз. У вас глаза модельные, вы знаете об этом? Нет. Модельные глаза, это как раз когда вот это подвижное веко, оно открытое, вот эта часть, да. И поэтому на таких глазах, как правило, тени любые красиво смотрятся, стрелки, то есть вот можно все что угодно делать. Поэтому вам особо, например, даже базу под тени отдельно покупать не обязательно. Вы можете консилер использовать под глаза и на глаза. Вот этот консилер, он с маслами. То, что очень важно, чтобы опять же кожу дополнительно напитать и чтобы не было видно консилера под глазами, нужно, чтобы текстура была более такая кремовая, жирненькая. Когда он сухой, то он тогда может подчеркнуть морщинки. Так, наверх посмотрите. У вас зона вокруг глаз имеет такой розоватый-фиолетовый подтон, поэтому консилер мы купили чуть-чуть такой вот, да, и полностью бежевый. И вот такими движениями чувствуете, да, аккуратненько только вот на эту зону теневую. вот он за счет того, что эластичный консилер хорошо очень просто распределяется, посмотрите, зеркало, посмотрите, как ровненько сразу, видите, вот эта зона просто раз и выровнялась. И его же также пальчиком, закрываем глаза, на верхнее веко. Вот обычно я так подробно рассказываю на своих вебинарах. Кстати, кто не знает, я провожу вебинары и на ютубе, и в инстаграме. Обычно это, естественно, прямой эфир сразу и там, и там, на нескольких площадках. Вот. И я там рассказываю и про косметику, и про технику макияжа. Так что, кто ни разу еще не был, записывайтесь вот под этим видео, которое сейчас смотрите женское шоу. Там есть описание как раз, где можно найти мой инстаграм. И там обычно я говорю, какие дни есть у меня прямые эфиры. И даже в инстаграме их очень много. Вы можете просто зайти на мой инстаграм и посмотреть, там вам схватит аж на полгода прямых эфиров. И там все подробно. Так, посмотрите прямо. Видите, какое чистенькое личико. Вроде бы не могу сказать, что у вас там какая-то сильная проблема, но вот как только наносится консилер, все сразу это по-другому. И еще чем удобно, что в принципе иногда даже, например, если там пропоходный какой-то вариант, вы можете его использовать и вместо тонального крема. Ну, например, там находитесь за городом, чтобы вот это все не делать. раз чуть-чуть консилера, потому что объем большой, можно все не брать. Сначала желательно его нанести на руку, сразу на глаза, ни в коем случае. Берете, вот так вот растушевываете, как будто бы растопили немножко. и уже потом наносим наверх. Посмотрите. У вас с тоном кожи все замечательно, вам много не нужно. Поэтому такие вот легкие текстуры, они просто идеальны. наносим. Потому что нет смысла как-то что-то сильно маскировать. Хотя, вы знаете, я могу и легкой текстурой научить. У меня на курсе, да, у меня там девочки учатся на базовом курсе. Я там как раз рассказываю, как можно там один и тот же практический продукт использовать для разных женщин. Там еще зависит не столько от косметики, сколько от техники. Ну, красота же. Так. Замечательно. Следующий шаг, это мы достаем с вами вот эту красивую палетку, которую мы с вами приобрели. Она прям такая богатая. Выглядит просто восхитительно. Посмотрите, какой чехольчик. Здесь кисточка выдвигается для румян. Так, теперь открываем. Ну, прям богачество, по-другому не сказать. Раз. Такой, как клатч. Два. И у нас здесь. И пудра, кстати, вот хайлайтер. Еще в качестве хайлайтера можно использовать любые светлые тени. Не обязательно иметь отдельно. По сути, хайлайтер это перламутровые тени. И они сейчас продаются как отдельный продукт, а можно и использовать их. То есть не обязательно. Вот. Так, снимаюсь в эту пленочку. Точнее, пленочка здесь такая, как крышечка. Вот. Интересно, тут может еще есть какой-то второй дном? Нет. Было бы неплохо. Вообще, вот такие варианты наборов, знаете, чаще всего можно увидеть именно в аэропорту. То есть в duty free. Там представляют разные люксовые бренды, travel-варианты. И это, как правило, будут такие вот миниатюрки, очень удобные. А вот в обычных магазинах они не представлены. Итак. Значит, давайте я сейчас чуть-чуть протестирую пудру. Посмотрим, насколько она у нас блестящая. Ой, так это же прям хайлайтер. Вот он, пожалуйста, отдельно хайлайтер. Видите, он такой золотистый. Вот это очень красиво будет на декольте. Это просто будет восхитительно. Поэтому для лица золотистый сейчас тоже будет хорошо, потому что у вас кожа, она не белая. Поэтому сияние даст. И смотрите, сейчас тестирую следующий, который светленький. Вот видите, вот разница. Разница в том, как раз, что этот чуть-чуть потеплее, а этот похолоднее, жемчужный. Вот он в качестве развесных. Да. На зимний период будет прекрасно. И давайте попробуем этот центральный рядышком. А он очень похож вот на этот, в принципе. Да? Небольшая разница. Есть там такие, как... Он потеплее, похолоднее даже. Угу. Так, отлично. Значит, в качестве пудры мы не будем его использовать, иначе лицо будет блестеть. Я сейчас возьму сразу же вот этот вот розовенький, прям пальчиком, и наносим под пик брови. Затем с другой стороны. Угу, смотрите. И на классические зоны, то есть на скулы. С одной стороны, с другой стороны. Угу. Так. Значит, вот это сияние чуть-чуть, вот, вот, видно, видите? То есть сразу так оно может не читаться. На себе вообще, когда вот это все делаем, это так не видно. А со стороны это читается очень хорошо. Потому что, знаете, ну может никак ее голубить, да, сюда. Поэтому посмотреть сюда очень тяжело. Вот. А когда смотришь на другого человека, если сделать то же самое, то вот эти все нюансы, они очень здорово читаются. Так. Следующий шаг. Смотрите. Здесь есть вот такая вот кисточка. Она больше для помады. Но я сейчас вот одной кисточкой покажу, как делать брови. Что я делаю? Я беру вот этот темный цвет. Набираю на кисть. Она очень тоненькая. Она будет просто идеально. Потом лишним вот так вот убираю, чтобы не было темной. И немножко сделаю, проработаю вам брови. Брови сами по себе у вас хороши, натуральные. Но немножко нужно сместить пик бровей. И сместить это просто я капельку дорисую вот этим вот темно-коричневым цветом теней. Потому что у вас очень хорошая густота бровей. Поэтому вам тут карандашом, ну не обязательно, кисточкой и тенями получается так же хорошо. Именно коричневый, да? Да. Именно коричневый цвет. Видите? Черный будет жестковат. Тем более у вас волосы, они все-таки коричневые, а не черные. Смотрите, как красиво. Да, 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 да. Очень хорошо. Так. Сейчас еще немножко добавлю. Тени для бровей, они всегда смотрятся понежнее. Это, конечно, тени не для бровей, а для глаз. А какая разница? В принципе, они также прекрасно дают то, что необходимо. И смотрите, а вот этот цвет, который посветлее, я его нанесу чуть-чуть на начало бровей, чтобы не было слишком темного цвета. Это я тоже рассказываю на своих вебинарах постоянно. Про брови очень много. Потому что я вообще считаю, что брови это вот одно из самых главных в макияже, как одно из. Это не самое главное, а одно из. Потому что когда бровь правильная, лицо просто подтягивается под правильную бровь. Так, теперь вторую. Да, очень хорошо. И удобно вот эта кисточка, вообще замечательно. Гобы я очень часто сама крашу просто пальцем. Мне нравится. А это, кстати, называется европейская техника. Вот такие продукты, которые называются мультипродукт. То есть в одной палетке сразу несколько средств. Подразумевает, что вы берете с собой вот такой клач. Здесь все есть. И в основном наносите все это руками или вот аппликаторами. Правда, аппликаторы, честно вам скажу, я их не очень люблю. Потому что они не дают такую вот хорошую растушевку. Когда нужно сделать макияж глаз, ими очень тяжело сделать качественную растушевку. Так вот, европейский макияж, это макияж, который в основном делается руками. То есть для того, чтобы, знаете, ну как в жизни мы обычно. Быстренько. Быстренько. Раз, раз, раз. Вот, например, румяна. Румяна мы можем нанести кисточкой. И вот эти средства тоже могут быть в качестве румян. Это очень удобно. Хотите, покажу? Да, конечно. Берете вот так вот пальчиком. Это помада. Угу. Нет, это не помада, это блеск. Так, а это? А это блеск. Это тоже блеск. И тоже блеск. Так, хорошо. Все равно попробуем. Вот такой он как бы, с розовинкой. Смотрите. Вот цвета. И наносим. И растушевываем. У вас глаза карие. Смотрите, сразу же у вас становятся ваши глаза по цвету более интенсивные. И учитывая сезон, что сейчас все-таки у нас зима, розовый цвет, а у вас кожа ровная по цвету, получается, придает эффект свежести. Также этот цвет можно чуть-чуть добавить на глаза. И вот у меня на курсе, вот девочки, те, кто у меня учатся, они наверняка знают, это макияж называется а-ля реклама. Реклама, это когда макияж практически отсутствует, вот как сейчас, у нас есть декоративная косметика, но она не видна абсолютно. То есть, если кто-то к вам подойдет, скажет просто, Юля, выглядите очень хорошо, но при этом макияжа не видно. Вот это называется эффект рекламы. И сейчас этот же цвет немножко на губы, ресницы и готово. Вот, посмотрите, видите, как хорошо. Те, кто учатся, знают об этом, девочки. Кто еще не учится, приходите на обучение. Так, но сейчас я хочу, учитывая, как вы любите, да, делаете макияж, вы делаете предпочтение на глаза. Да. Тогда мы сейчас берем уже кисточку и следующий вариант макияжа натурального. Это макияж, который называется подиум. Что это такое? Это макияж, который выглядит тоже, с одной стороны, натурально, но при этом он такой достаточно интенсивный. В принципе, вот если посмотреть на меня, я тоже делаю вот в этой технике. Мы используем натуральную палитру, но при этом поярче. И получается, что вы выглядите выразительно, но при этом макияж тоже как бы сильно не считывается. А это строится на растушевках. Поэтому вот на курсе я об этом очень подробно рассказываю. У меня есть онлайн-курс по макияжу. Вот те студентки, которые они уже знают, кстати, вы можете пересмотреть урок, если забыли или что-то, или, может, вы еще не дошли до него. И там пошагово я рассказываю, что, как, зачем, к чему. И таким образом вы понимаете, как нужно это делать. И у вас получается это быстро и легко, там 10-15 минут и готово. Значит, переходим к теням. Сначала возьму тени, вот эти вот такие нейтральные. Нейтральные тени немножечко, видите, они сатиновые. По ним будут очень хорошо растушевываться более темные тени. Поэтому сначала, чтобы не перетемнить, сделать красивый макияж. Так, посмотрите вот сюда в камеру. Вот так вот. И наношу практически на все веко. Боже мой, как это же здорово, когда модельные глаза, когда красивая форма. У вас форма красивая, нужно ее просто подчеркнуть. Я знаю, что вы обычно пользуетесь карандашом. А я сейчас вам покажу, как можно. Вот здесь есть вот такой вот аппликатор. И вот этот тоненький аппликатор можно использовать в качестве подводки. Мы сейчас берем темные тени. Набираю темные тени и сделаю практически как карандашом. Закрываем глаза. Вдоль ресниц делаю мягкую стрелку. Мягкая стрелка – это стрелка, которая слегка растянута, растушевана. Она дает эффект яркости формы, но при этом в ней нет агрессии. Когда линии такие четкие-четкие, то сразу лицо становится более, знаете, роковым. Что-то такое иногда даже сценическое. То есть тут все зависит от того, конечно же, какая социальная роль. Кстати, тоже об этом на курсе я часто говорю. Открываем глаза. Вот, смотрите как. Вам видно? Да. Чуть-чуть подальше. Ага, отлично. А сейчас я вам дам, я сейчас прорисую, дам вам зеркало, вы посмотрите. Так, еще немножечко добавляю. Так как у меня до этого были тени, я темный цвет, закрываем, то темный цвет, он очень легко растушевывается. Вообще, конечно, тени замечательные, просто шикарные. Я видела, Юля, какой у вас был макияж до этого. Ну, как бы вот ваше предпочтение. Я сейчас делаю в вашей стилистике, но чуть-чуть корректирую. У вас светлые тени, они были слишком масштабно накрашены, что в итоге немножечко как будто бы заваливали глаз. А сейчас посмотрите, видите, где затемнило? У вас вот эта темнота была подальше. И в итоге получается, что глаза вы вроде бы подчеркиваете, но в то же время как будто бы опускаете. Поэтому вот это вот затемнение в этой зоне, это очень-очень важно. И капельку снизу. И вот у нас нету карандаша. Посмотрите, как глаз ярко без карандаша. Так, теперь я беру кисточку, которая побольше, тени теперь, которые чуть-чуть следующие. То есть были у нас тени раз, два, третий цвет. А вот этот цвет у нас был под брови. То есть у нас вся палетка, она в ходу. Так, этой кисточкой мы растушевываем. Делаем мягкие линии, чтобы было вообще полное ощущение, что умылась и пришла. Да? Без зоны, посмотрите, как красиво. Супер. Так, я хочу сразу показать тушь. Для того, чтобы продемонстрировать, как можно сделать межжистничную прорисовку. То, что вы говорите, вот вы любите там черным карандашом прорисовывать. Да, а я вам сейчас прорисую эту тушью. Это получается быстрее. А будет эффект такой же. Здорово. Обожаю вот эту тушь. Это термо-тушь. Посмотрите, какая тоненькая кисточка, просто как палочка. Термо, это значит, она смывается только водой больше 38 градусов. Поэтому дождь, снег, слезы, все что угодно, тушь будет на месте. Так, чуть-чуть вниз посмотрите. Можно моргать, не напрягаем глаза. Так. Как я сказала, это макияж в телеподиум. Это когда, например, смотрите какие-нибудь фотографии или картинки. И вот есть женщины, где рекламируют, например, нижнее белье или майонезы. Ну, какое-то все такое домашнее, знаете, когда нет необходимости яркий макияж. То есть женщина выглядит дома в свободной такой, естественной, домашней обстановке. Очень хорошо, но при этом натуральненько. А есть еще вариант. Это макияж называется реклама. То, что я сделала до этого. А есть макияж, который, например, необходим. Допустим, вот у вас вечеринка, корпоратив, и вы хотите выглядеть нарядно, но при этом не всегда нужно как-то чересчур себя украшать какими-то излишними декоративными элементами. Там прям блестки нарисовать или какой-то цвет яркий. Более того, когда яркий наряд, то макияж может быть выразительный, но спокойный. И что это значит? Это как раз, когда он выстроен. Там немножко я запачкала, сейчас я сделаю. Когда он выстроен в натуральных цветах, но при этом они достаточно интенсивные. Вот это и есть подиум. Поэтому выглядит натурально, и если будет яркий наряд, у вас лицо, оно не потеряется, оно будет смотреться выразительно. Вот. Смотрим вниз еще раз. Ресницы у вас богатые. Так. Конечно, еще нужно правильно их красить. Можно иметь богатые ресницы. Или даже, если у вас они незначительные, а вы не умеете их красить. И в итоге получается, что нет такого эффекта от макияжа. Вы можете накрасить красиво тени, но если вы неправильно накрасили ресницы, то они не подчеркнут рисунок теней. Получается, что одно средство спорит с другим и нет красивой картины. Поэтому здесь очень важно все. Брови, макияж. Глаз – это ресницы, это стрелки, это тени. Все должно быть в одной стилистике. Тогда будет красиво. Так. Ну что. Сейчас второй глаз. Так. Вот немножечко голову опустите. Так. Закрываем глаза. Что еще делаю? Сейчас делаю опять стрелочку. Так. Если без разговора, то этот макияж делается минут за 15. Все вместе. А если надо поторопиться, то вообще за 10. так открываем глаза. Закрываем. Карие глаза. Это, конечно, так удобно. Вы можете вообще использовать абсолютно любые тени. Сегодня такие, завтра такие. Вы можете так смело экспериментировать. Не то чтобы у кого глаза там серые, синие, зеленые. Как-то по-другому. Нельзя так же смело экспериментировать. Все можно. Но просто карие, они, знаете, такой, как прям универсальный цвет. Красивый. Да. Что рядом с карими глазами любой цвет глаз, он будет смотреться… О, любой цвет теней будет смотреться очень хорошо. Так. Открываем. Какая вы красивая. Спасибо. Так. Закрытие, пожалуйста. Не. Это вы мама, папа. Так. Смотрим вниз. Что с картинами. Я в этом Bobby his работаю с Salem. Мнеत pernahesếtります. И так выглядит photographно. Вот я прорисовываю межресничное пространство. Чувствуете, я кисточкой прям дотрагиваюсь до корни ресниц. То же самое делает карандаш. Смотрите, вот сюда, нет? Вот сюда вниз, вот сюда вниз. Чуть-чуть голову ко мне, а глаза вот сюда, да, чтобы не прорисовать тут внутренний уголок. Когда красим тушью, вот если испачкалась, вы тоже не бойтесь. Потом все это легко убирать с помощью сухой ватной палочки. Так, давайте посмотрим камеру. Вот, отлично. Очень хорошо. Так. Сейчас как раз тушь высохнет, и я уберу. И давайте совсем немножечко прокрашу нижние ресницы. Наверх, посмотрите. Вам не надо красить ресницы слишком активно. Глаза большие, наверх, посмотрите. Просто достаточно дотронуться до корни ресниц. Таким образом вы подчеркиваете глаза. Прямо посмотрите. Вон, видите как? При этом очень смотрится это, опять же, нежно. Теперь, здесь у нас есть кисточка. Одной мы стороной красили брови, а второй мы накрасим губы. И берем с вами вот этот блеск, который мы использовали. Ой, какой блеск-то. У нас еще карандаш. Карандашом, точно. Карандаш у нас Estee Lauder. И, скорее всего, нет. Я думаю, что там есть точилка. Точилка. А, здесь и кисточка есть. Это вообще прекрасно. WL карандаш номер у нас 03 Тауни. Так, губы у вас отличные. Я их просто подчеркну. Значит, вот такой карандаш, который, он вообще идеальный в тон ваших губ. Вы делаете форму, подчеркиваете. И, соответственно, любая помада будет ложиться, как на ваш контур губ. Так, посмотрите на губы. Ой, какая красавица. Не могу прямо. Так, теперь я беру. Давайте возьмем, значит, сделаем немножко такое, как амбре. Вот этот цвет, который приблизительно похож на вашу помаду. Я наношу. Я наношу его на центр. Набираю на кисточку. И на центр губ. Закройте губы, пожалуйста. Амбре – это когда плавный переход одного цвета к другому. И, например, вот по центру будет этот цвет, допустим, любимый. А вот этот можно сделать следующий, допустим. Немножечко по контуру. Чуть-чуть. Я на самом деле постоянно смешиваю один блеск помаду. То есть у меня на губах бывает, если я найду, у меня есть помада, которая мне прямо идеально подходит по текстуре, по цвету, то когда нужно, не думая, накрасить губы и пошла, я использую ее. А когда хочется что-то новенькое, то я, как правило, смешиваю сразу несколько цветов. Так, чаще всего, когда губы делаем ярче, то сразу румяна, они смотрятся чуть-чуть понежнее. Поэтому я сейчас дублирую. А чего мы румян-то не использовали? Давайте я сейчас покажу кисточкой. До этого я показывала помадой, теперь я покажу кисточкой. Как работать вот такой кисточкой. Ой, смотрите, какая она интересная. Она складывается! Боже мой, какая прелесть! Вот или вы так держите, или вы держите ее вот так вот. Ну, великолепно же! Ладно, покажу тогда и так, и так. Значит, смотрите, набираем с одной стороны и с другой стороны. Когда кисточка вот такая плоская, то сначала вот так делаем. Румяна наносится немножко вот такими вот круговыми движениями. Сюда чуть-чуть на глаза. Вот, ярковато получилось, тоже такое бывает. Потом берем пальчиком, раз-раз-раз, убираем. Если сложить кисточку вот так вот, то тоже все равно вот такими движениями. Только ни в коем случае не вот так, иначе может получиться полоски. И чуть-чуть вот сюда. В принципе, у нас готово. Еще румяна немножко наносится на шею. Обязательно мочка уха и шея, чтобы не получилось лицо отдельно, шея отдельно. Поэтому вот такие движения чуть-чуть румяными. Да, достаточно. Так, и что? Последний штрих это убрать тушь, там где немножечко она. Смотрим вниз. Где она у нас отпечаталась? Так, наверх посмотрите. Так, чуть-чуть-чуть. Вот сюда вниз посмотрите. Так, открываем глаза. Так, посмотрите. Вот. Как хорошо. Давайте я вам еще чуть-чуть волоса. Вам как удобно? Направо, налево? Ну, я так и так можно. Так и так можно? Да. Давайте тогда вот сюда. Так, немножко просто это объем придаст. И чуть-чуть. Так, посмотрите в зеркало. О, в зеркало, ну в смысле в камеру. Так, улыбнитесь. Ну, смотрите, как хорошо. Да? Очень красиво. Не знаю, или я тут застаю, восхищаюсь, а вам не нравится? Почему не нравится? Не нравится, да? Закройте, пожалуйста, чуть-чуть тут добавлю. Так, ну вот практически все, что мы с вами приобрели. Сейчас немножко еще вот эти тени. Закройте, пожалуйста. Я и нанесла. То есть у нас получился полноценный макияж. И мы использовали все те средства, которые мы приобрели. Здесь вы можете миксовать как румяна. Тоже очень хорошо. Да? Я давайте дам зеркало теперь. Посмотрите. Поближе. Держите. Да, такого красивого я никогда еще не была. Да? А представляете, а вы красивая. А еще здесь есть аромат. Можно еще и немножечко такой как бы... Шлиф. Вуаль. Да, да, да. Вообще прекрасно. Так, скажите честно, вам нравится? Очень. Вам комфортно? Да, комфортно. Да? Да. Нет ощущения, что много макияжа, нет? Нет. Слушайте, ну великолепно. Вам теперь надо научиться, так? Да. Очень хочется научиться. Научиться, ну вы же понимаете, теперь что вы обязаны научиться, потому что я вам все показала, рассказала, и после этого просто пойти и не иметь этих знаний, наверное, будет очень обидно. Поэтому вы получаете в подарок курс по макияжу. Спасибо большое. Вы будете смотреть уроки, там идет все последовательно. Сначала про косметику, потом про инструменты, как это все наносить, разные виды натурального макияжа, молаживающий, там есть абсолютно все. Смотрите тогда, когда вам удобно, в любое удобное время, то есть не привязаны к какому-то определенному часу. И будете выполнять домашние задания, присылать их мне, и я буду говорить, Юля, вот здесь верно сделали, а вот тут чуть-чуть вот так, здесь так. Таким образом у вас получится полноценный макияж, вы будете знать все техники, вы будете знать разбираться в макияжи, в косметике, покупать со знанием дела, и вы будете выглядеть прекрасно всегда. Спасибо большое. Это же здорово. Конечно, спасибо большое. Так, ну еще у нас, вы же, наверное, видели предыдущее шоу. Теперь у меня к вам такой вопрос. У вас есть ваша косметичка, и здесь есть косметика, которую мы с вами купили в магазине. Вам нужно сделать выбор. Вы выбираете то, что мы купили, или вы оставляете свою косметичку? То, что купили. То, что купили, да? То, что купили, конечно. Хорошо, тогда я должна буду вашу косметичку забрать. Хорошо. Хорошо? Я так легко соглашаюсь. Я думаю, сейчас будет, ой, а все-таки у меня там есть средства новые. Ну, что делать, да. Ну, слушайте, великолепно, я очень рада. Тогда, тогда сейчас мы все это собираем. Здесь еще, видите, у нас вообще нам просто повезло. Все-таки, не то чтобы повезло, значит, задача у нас была купить по чеку значительно косметику класса люкс, но значительно меньше, чем Сашуля купила в прошлый раз. И в итоге мы купили на 17, на 17, по-моему, тысячи, 17 с небольшим. У нас, получается, полноценный набор декоративной косметики. Еще в подарочке нам дали Диор уход за кожей. И при покупке более трех продуктов в Эстеллаудер вот такая вот косметичка. То есть мы сейчас, если все это достанем, кстати, все это влезет в эту косметичку. У вас еще и косметичка. И здесь продукты по уходу за кожей. Ну, вообще великолепно. То есть все есть, все есть. Слушайте, ну, здорово. Спасибо еще. Вам спасибо большое за участие. Спасибо вам. Смотрите эфиры, приходите, рассказывайте подружкам. Обязательно. Расскажите, потому что вы же теперь участница. И так как вы теперь будете студенткой моей школы, поэтому вы еще сможете потом еще все это хорошо владеть и иметь знаниями. Ну, красить не может быть не только себя, но еще и ваших близких, друзей, подружек и так далее. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, девушки, разбор чека. Общая сумма у нас получилась 17 114 рублей. В общем-то, как я и хотела купить в два раза дешевле, чем в прошлом шоу купила моя дочь косметику класса люкс. И вот у нас косметика класса люкс за такую-то стоимость. Что у нас в итоге получается? Тональный крем W3322 рубля. Шикарный тональный крем, очень тонкий, это из новой коллекции. Сатиновый, то есть с легким свечением. Подходит для кожи, в принципе, практически, честно скажу, для любой кожи. Просто он очень тоненький. У него легкая покрывающая способность. Следующий, консилер, тоже Estee Lauder. Он у нас получился со скидкой 1899 рублей. Большой объем, что очень важно. И он подходит для кожи, которая склонная к сухости. Хватит надолго и можно использовать как тональное средство. Вообще, очень шикарная покупка. Следующая, это тушь для ресниц, термо-тушь, 1799 рублей. С тоненькой кисточкой. Обожаю эту тушь, потому что она дает эффект, во-первых, и объемных ресниц, тоненькая кисточка удобно красить, и плюс термо-тушь. Кисть для теней, из ворса Таклон, 296 рублей. Для макияжа прекрасно. Дальше, также Estee Lauder у нас получилась покупка. Это карандаш для губ, 1185 рублей. Для карандаша для губ, ну, честно, конечно, дороговато, на мой взгляд. Но карандаш, он, кстати, всем не подойдет. Он хороший по качеству, но он очень светлый. Поэтому не для всех девушки. И у нас была палетка Christian Dior за 8613 рублей. И в этой палетке у нас было 4 помады, 2 цвета румян, пятицветная такая полноценная палетка теней, и хайлайтер, который можно использовать в большей степени для декольте, не для лица. Если для лица, то совсем немножечко. То есть, получается, в одной палетке за 8613 рублей у нас полноценных 4 продукта. И 2 продукта представлены еще в нескольких цветах. Это 2 вида, 2 цвета румяна и 4 помады. Еще раз. Общая сумма получилась 17 114 рублей. Общая сумма получилась 9527 рублей. 34 083 рубля. Смотрите, какой он у нас большой получился. 47 000 рублей 640. Получилось 8 492 рубля. Ты представляешь, в общем? Да, я понимаю, что это люкс, но все равно это космически дорого. Я думаю, что не каждый из нас позволит пойти просто 17 000 потратить в магазине. Я убеждаюсь в том, что все-таки вот я сделала очень хороший набор косметики, который стоит всего лишь 4950 рублей. И там есть все для того, чтобы сделать полноценный макияж. И именно его я разыграю среди вас, дорогие девушки. Поэтому смотрите мое шоу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Следите за информацией. Я обязательно расскажу, когда будет розыгрыш, в котором вы сможете поучаствовать и получить этот набор в подарок. И помните, именно вы можете стать участницей следующего шоу. До новых встреч!